Всем привет! С вами Гоша Грибс и проект Первая Варка. Сегодня я хотел бы вас познакомить с новым напитком, который сделали мы, а точнее в одном лице сделал Александр Клюев, идеолог и главный шаман нашего проекта. Это бледный эльф. Называется он Каскадиан Биэн. Немного о том, как он был сделан. Мы планировали сварить его вместе, но получилось так, что по уважительной причине многие не смогли, и Александр его делал в одиночку. Что можно сказать об этом напитке? Никто его еще не пробовал, поэтому дегустация доверена одному из самых менее ценных членов экипажа, то есть мне. Александр варил в крайне мизантропическом состоянии духа, так как все его покинули. Никто варить пиво с ним в этот момент не захотел, а точнее, если быть объективным, просто не смог. Поэтому то настроение, тот рецепт, который он сделал, был навеян музыкальным направлением, которое так и называется, Каскадиан Блэк Метал. Как утверждает сам Александр, варил он его под эту чудесную, я надеюсь, музыку. Если посмотрите, этикетка довольно-таки мрачная. В черных тонах, крышка также черная. Изначально мы хотели и бутылки для этого напитка приобрести в черном цвете, но не нашли, вот пришлось взять коричневый. Но, думаю, что они вид не портят. Данное пиво было сварено на одном единственном хмеле. То есть для охмеления на всех стадиях применялся один хмель. Назывался он, как ни странно, Каскад. Отсюда совпадение с названием, Каскадиан. Что мы видим на этикетке? Красивые елочки, склон холма или горы, лунная ночь и неизменный значок нашего проекта. Первая варка. Пиво варилось 25 июля. Разлито по бутылкам 13 августа. Сегодня у нас 26 августа. То есть практически прошло две недели с момента, как пиво разлили. Мы надеемся, что оно в меру карбанизировалось и худо-бедно готово к употреблению. По-хорошему, оно стоило постоять еще пару недель. Но так как мы запустили конкурс в группе ВКонтакте, в котором разыгрывается этот напиток, то было бы недурно самим попробовать, что это такое. Может быть, это не стоит пробовать и пить вообще. Поэтому сейчас я купорю наконец эту бутылку и мы узнаем, что там такое у нас получилось. Пена просто превосходная. Не знаю уж, хорошо ли это или плохо. Предыдущий наш напиток не пенился совершенно. Этот пенится как... Я не знаю, что. Цвет и прозрачность меня тоже вполне устраивает. Довольно-таки вязкий. Я не знаю, в какой момент я доберусь до самого напитка, потому что... Хочется отведать, но в то же время пену пить я как-то не очень хочу. О чем могу еще рассказать? Давайте оценим аромат. Запах хмеля не яркий, но приятный. Нет, запах просто обалденный. Многие сейчас могут отнести со скепсисом, мол, это ваш проект, пиво. Нет, ребят, я в арке этого пива не участвовал, поэтому могу смело пояснить его, как вздумается. Тем более, Александр недавно... Это не просто Александр, гениальный Александр жаловался на то, что мы все очень высокого мнения. Так вот, Саша. Запах, по крайней мере, обалденный. Мне нравится. Ой, страшно. Да нет, хорошо. Хорошо все получилось, слава богу. Горечь не такая сильная, как в предыдущем нашем шедевре. Пьется гораздо приятно. И, кстати, интересный момент. Несмотря на обилие пены, сам напиток не кажется сильно газированным. В общем, если вам нравятся подобные напитки, крафтовое пиво, пиво сваренное в домашних условиях, вступайте в нашу группу ВКонтакте, участвуйте в конкурсах, побеждайте. И не исключено, что такое же пиво будет стоять у вас на кухне, и вы сможете вместе с друзьями во время какого-то праздника с удовольствием его выпить. Смотрите, пена до сих пор не сходит. Ох, не знаю, хорошо ли это или плохо. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Это был Гоша Грибс, проект Первая Варка. Пейте вкусные в меру.